Итак, уважаемые, очередное видео, как сохранить маток в зиму, чтобы они сохранились. А вообще, зачем сохраняют маток в зиму? Первый вопрос. Дело в том, что в основных семьях, даже где хорошие семьи на пасеке, бывает какой-то процент отхода. То есть, пропала семья. По каким причинам? Разные причины бывают. Ну, главное, что матки бывают, что пропадают, даже в основных семьях. Но как же сохранить маток, чтобы это была не основная семья, поменьше, чтобы затраты были поменьше? И сегодня я расскажу на эту тему. Но прежде чем я буду рассказывать на эту тему, мы поговорим сначала о том, как зимуют пчелы. Как зимуют пчелы. Посмотрим сначала, что они имеют. Они имеют соту. Вот такая сота, натуральная сота. Внутри эта проволочка протянута. Они могут снизу проходить, с боков проходить везде, сверху. Бывают дырочки тут. Вот такая натуральная сота. Середочку бывает прогрязают. Вот. Как они зимуют? Если это литок, пчелы садятся от литка. Это на холодный занос. Рамки стоят здесь на холодный. На теплый, если литок будет с этой стороны, тогда будет сильно тепло для них. Ну, мы все практикуем на холодный занос. Значит как? Медок идет отсюда. Вот так приблизительно четыре пальца. Пять пальцев идет поверху. И здесь побольше. Задняя стенка, это задняя стенка. Побольше меда. Пчелы зимуют, для уточнения, идут в улочках. Находятся в улочках. Приблизительно вот эта улочка вот. Между двумя рамками улочка. Они здесь собираются пятачком. И потом двигаются, 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 двигаются. И едят мед сверху и снизу. Как говорится, вот это. И до самого этой стеночки съедают. Это перед у нас, это зад. Значит, сколько у нас улочек должно быть? Значит, мы пришли к выводу, что пчела зимует определенное количество в улочке. И с этой стороны улочка, и с этой стороны улочка. Итого получается, сейчас мы покажем, сколько улочек может получиться здесь. Вот. Если мы поставим рамочки. У нас 10 рамочек. 10 рамочек обычно в стандартном рутовском корпусе. 10 рамочек. Вот. Но желательно оставить 9, потому что их потом утепляют и тому подобное. Значит, что мы делаем? Ставим 9 рамочек. И смотрим, сколько здесь улочек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вот смотрите, что у нас получается. Вот так обычно формируется гнездо. 9 рамочек. Между рамочками улочки. Улочки считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь улочек на 9 рамочек. Значит, это хорошая семья. Бывает семья меньше. На раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. На семь рамочек семья бывает. Итого, сколько здесь улочек получается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть улочек получается. Это значит шесть рамочек с медом. И пчелы находятся между этими улочками. Бывает на четыре рамочки улочки... На пять рамочек раз, два, три, четыре улочки получается. Четыре улочки. Это на пять рамочек, это отводочек. Он более сильный отводочек, как говорится. Но он может тоже перезимовать. Но лучше зимует, конечно же, семья. Что представляет собой семья? Семья представляет, допустим, вот сейчас возьмем... Она представляет девять рамочек, восемь улочек. Теперь поговорим, с чего будем начинать, что нам надо. Нам надо сохранить матку. Пчелы зимуют между сотами, как мы уже определили. Между сотами, вот улочка. Сколько приблизительно граммов, вы думаете, здесь пчел находится? Приблизительно триста граммов находится здесь пчелок. И с другой стороны триста граммов, и с третьей, и с третьей. Итого восемь улочек помножить на три. Где-то два с половиной килограмма пчелы. Два с половиной килограмма пчелы находится здесь. Пчеловод, конечно, может напрессовать больше, меньше. Я так в среднем говорю. В среднем говорю. Вот. Ну, до трех килограммов семья будет содержаться. Итак, чем она характерна при зимовке? Пчелы в основном кушают корм на одной стороне рамки и на другой стороне рамки. В основном, и только в критическом состоянии, они переходят на другую рамку или на край, это к концу зимы, к весне. Вот. Уже к весне. Что нам надо, друзья? Нам надо разделить этот ящик пополам. Я знаю из практики, что люди делят тоненькой фанеркой. Тоненькой фанеркой делят этот ящик. Это приблизительно вот такая вот фанерочка тоненькая. Вот видите, тоненькая-тоненькая. Она вставляется и в пазы. Вот так вставляется в пазы. Чтобы было тепло и с этой, и с этой стороны. Но с этой стороны ставят отводочек на пять рамок. И с этой стороны на пять рамок по четыре улочки получается приблизительно. но при таких условиях тоже сохраняются матки то есть к чему я веду речь если у вас сильная семья занимает 9 рамок вы запросто можете поставить фанерку и поставить с этой стороны с этой стороны но это не сто процентов правильно сто процентов правильно когда семья имеет 9 рамочек и стоит полностью это цельные вот что нам требуется нам требуется чтобы была база чтобы эта часть пчел которая зимует между этими улочками четырьмя не могла перейти сюда вот но целиком они составляли цельное гнездо поясню что что мы имеем обратите сюда внимание это пластиковая база внутри эта рамка полностью пластиковая видите здесь не оттянута черный пластик это сота оттянута с этой стороны и с этой стороны оттянута она подходит нам но вот такие отверстия для переходы маток вот сделано по краям углы это нам не подходит то есть нам нужно чтобы пчелы не прогрызли середку чтобы они зимовали на этой соте с этой стороны значит ограничить надо улочку ограничить и достаточно корма положить тогда семья перезимует вот это вот у нас такая база пластик вставляется они ее оттягивают она нам годится это важно важно составляющая этой идеи а теперь друзья что я сделал друзья это вот у меня днище видите днище разделено пополам это выход один с одной половины семьи это выход с другой стороны половины семьи вот эта семья у нас развивается ваша семья вы ставите днище для чего с этой стороны выход и для чего с этой стороны выход это это выходы вот видите один с этой стороны один с этой стороны для чего здесь вы можете составить два отводка вместе и поставить Середочку, сейчас покажу Какая середочка, чтобы пчелы не переходили Можно разделить Основную большую семью, тоже поставить Сердцевину, чтобы пчелы не переходили Только какой смысл Обратите внимание Как я уже сказал 9 рамок здесь Обратили внимание Здесь находится 9 рамок Ваша семья Вам надо поставить Или фанерку Или я пришел к выводу Лучше всего поставить Вот такую штучку Обратите внимание сюда Полностью пластик Оттянутая сота Со всех сторон Рамку я сделал увеличенную Полностью увеличенная рамка Со всех сторон С этой стороны сота оттянутая Для чего? Поясняю Кто-то скажет Ну загородил цирбор, непонятно Пчелы не могут зимовать Без сотов Это смертельно для них Раи выходят Они сразу тянут соты Маленькие нуклеусы ставите вы Они сразу тянут сотик Это для них смертельно Уже проверена практика Что это смертельно Поэтому они в сотах отдыхают Для них должно быть Естественное положение Что я делаю, друзья Вот Это я вам показал Это я уже подогнал Вот Это вот тот же самый пластик Оттягиваем Мы ставим его по центру Он Заходит ровненько В притирку Один, два, три миллиметра Колебания Вот И опускается до самого низа Показываю Для чего я это ставлю Чтобы вы убедились и поняли В чем смысл Смотрите сюда Здесь Заподлицо Ровненько-ровненько Ровненько здесь проходит Вот так вот ровненько Вот До самого дна То есть Какова ширина корпуса Такова и здесь Заподлицо сразу С этой стороны То же самое, друзья Заподлицо должно быть Тут немножко прополису Вот Заподлицо Для чего заподлицо? Чтобы пчелы не могли перейти сюда и сюда Вот Что мы поставляем? Вот Потом ставим такую Фанерку Посмотрите Фанерка с двумя дырочками Для чего с двумя дырочками? Эта фанерка ставится на низ Пчелы, когда выходят с одной половины С этой половины Они привыкают ходить сюда На этот выход На этот выход С другой половины пчелы Будут привыкать сюда ходить Это у вас Семья развивалась на нормальных рамках Когда они развиваются на нормальных рамках Вот Прежде чем вы поставите в зиму У вас существует Гнездо Это гнездо имеет Обычно по центру Две рамочки с расплодом С этой стороны Две рамочки с расплодом С этой стороны И по бокам идет Уже у вас медовое Это гнездо Ну допустим Четыре рамочки Они по центру Пчела когда выходит С этих рамочек Она идет в ближайшее отверстие Вот выход у них тут Она идет Равномерно распределяется По выход То есть Эта половина пчелы Она знает Что выход здесь будет у ней И она идет к этому отверстию Ближе Эта половина знает Другой выход Этот И часть пчел сюда летная Часть пчел сюда летная Получается Таким образом у нас Получается что Гнездо ваше Разделяется на две части И летная пчела Безболезненно И Как говорится Внутриулевая пчела Они разделяются Безболезненно Что нам требуется Нам требуется Составить гнездо в зиму У вас семья нормально Привыкла летать Это вы можете Как я уже сказал Сделать Или два отводка поставить Или свою семью Разделить И отвезти Почему Выходы в разные стороны Скажу почему Потому что При развитии семьи Если два выхода рядом Пчелы Начинают Объединяться И одну матку Убивают И переходят В другой отдел Короче Один отдел Остается пустой Другой полный Ранней весной У вас развивается Семья Она Менее Гарантий Что она обойдет Весь углик И встретится на этот угол Она здесь будет Клубом висеть Или еще как То есть Вы можете Это всегда поделить Поставить один улик В одну сторону В другую И отставить И все И у вас Летная пчела Безболезненный Отводок получился Итак Друзья мои дорогие Значит Что нам требуется У вас пришла осень У вас лишние матки Вы сделаете вот так Днище Сделали днище Поставили Вот такая фанерочка Можно толще Можно тоньше Ну главное Чтобы пчелы Привыкали ходить сюда На эти выходы Если они сюда Не будут ходить То они будут хаотично И неправильно поделятся Не поровну Вот Ставите Корпус Желательно Конечно Это самый минимальный Корпус Это Ну 9 рамок Я знаю Все пчеловоды Скажут Хватит для зимовки Вот Ну Лежаку Конечно лучше На 12 рамок Еще лучше Больше места Больше возможности Маневрировать Ну на 10 рамок Годится тоже Ставите рамочку Ровненько По центру И вот тут По центру Снизу У нас Планочка Проходит Вот это Вот прибито Видите Вот эта Планочка Это вот Фанерка Лежит И Сверху Ставится Вот эта Ровненько Перегородочка Рамка Перегородочка Называется Вот такая Рамка Перегородочка Ставится Сверху Она По высоте Одинаково Как корпус И сверху Пчела Не перейдет Но Зато Заждаются Максимальные Условия Природные То есть Какие Природные Условия Вот Представьте себе Эта рамочка Стоит Здесь Улочку Уже Образуют Пчелы Вот Это У меня Рамочка Стоит И они Уже С этой Рамочкой Образуют Улочку Оттянутая Сота Оттянутая Сота Мед Они Уже Здесь Зимуют Они Не Могут Висеть На Фанерке Для Фанерки Для Них Это Нестандартно Неправильно Да Она Дает Тепло Но Они Могут Жить Только Зимой В сотах В сотах Они Отдыхают С этой Стороны То же Самое Получается Вот Когда Мы Перегородили С этой Стороны Эта Половина Семи Тоже Находятся В улочках Что Изменилось Скажите Что Изменилось Пчелы Только Не Могут Переходиться А Часть Половина Пчел С этой Страны Не Можут Перейти На Эту Половину А В Принципе Все Осталось То же Самое Девять Рамок Осталось И Поэтому Эта Семья Может Спокойно Перезимовать И Вторую Матку И Так И Не Только Перезимовать Но По весне Если Вам Надо Умножить Резко Или Продать Она Вам Даст Быстрый Рост Итак Друзья Мои Что Мы Имеем Дальше Дальше Мы Имеем Вот Что Друзья Можно Маток Пускать Просто Пускать Маток Как Обычная Семья Зимует Пусть Она Где Хочет Где Они Выберут Какую Хочет Улочку Можно Поставить Есть Изоляторы Хмары Есть Можно Поставить Изолятор Хмары Вот Так Вот В Рамочку И Посадить Матку И Поставить Рядом С Перегородкой Она Будет Эта Рамочка Полностью Залита Медом Пчел Естественно Будут Пролазить Через Эту Решетку С Этой С Этой Этой С Этой Матка Тут Будет Бегать И Если Кончится Мед С Еще Будет На Перегородке Мед У нас Стоять И Здесь На Перегородке Таким Образом Мы Можем Поставить Одну Рамочку С Маткой Здесь И Одну Рамочку С Маткой Здесь Вот Тоже Такой Же Клеточкой Изолятором И Все И Ваша Семья Готова Рамочки Стоят В Изоляторах Никаких Проблем Это Если Вы Хотите Поставить Изолятор Если Не Хотите Поставить Изолятор Просто Пустили Матку Сюда Разделили Семью Говорят Запасные Матки Через Два Часа Подпускаете Сюда Все Они Принимают Проверили Приняли Следующий Вариант Следующий Вариант Значится Что Мы Хотим Маленькие Получились Отделы Всего По Четыре Рамки Средняя Тоже Рамка Девятая Получается Вот Четыре Четыре Восемь И девять Нормальная Семья Ничем Не Отличается Только Чуть Чуть Шире И Пчелы Не Могут Перелазить Вот И Все Что Нам И Требовалось Совпадает С Интересами Семьи Совпадает С Законами Пчелиной Семьи Что Мы Можем Еще Ежели Нам Надо По Каким То Причинам Увеличить Увеличить Эти Семьи Ну Некогда Вы Ставите Этот Корпус Второй Корпус И Опять Такую Же Разделительную Рамочку Сюда Глянь Вот Она Опять Потому Что Заподлицо С Корпусом И Здесь Заподлицо Ровно Ровно Перегораживает Пчелы С Этой Страны Не Пролезут Вот И Тут Можно Поставить Что Хотите Можете Поставить Сюда Рамочки Для Развития Там Четыре Здесь Четыре То Семья Какой То Момент Может Развиваться Без Всяких Проблем Всего Навсего Вы Имеете Одну Разделительную Доску Состоящую Сото С пластика Видите Тут у меня Проходов Нету Полностью Закрыто Со всех Сторон Вот Полностью Закрыто Вот Такую Штучку Они Наполнили Медом И Закрыли Что Еще Мы Можем Иметь Где Моя Это Самая Делась Осенью Когда Вы Составляете Семью Вот Эти Рамочки У вас Четыре С медом Здесь Четыре С медом И Посередке Одна Вы Кинулись Глядите Здесь Пчелы Достаточно Здесь Недостаточно Ставите Разделительную Решетку Вот Такую Полностью Прижимаете Туда Пчелы С этой Страны Не Перелезут Туда Не Перелезут Ставите Сюда Что Вы Ставите Сюда Ну Говорите Ну Надо Еще Дополнить Пчелы Рамочку С расплодом С печатным Поставили Все Пожалуйста Этот Расплод Печатный Вышел И он Опустился На низ Потому что На низу Маточка Стоит Таким Образом Вы можете Дополнить Один Половинка Вторая Половинка То есть Усилить Вашу Семью В зиму Итак Друзья Вот Некоторые Варианты Которые Я вам Рассказал Закрыть Естественно Вы можете Закрыть Или Панерку Сделать Как говорится Закрыть Тут Рассчитано Отверстие На Одну Семью Вы Можете Сделать Два Отверстия Круглых Баночки Поставить Сюда Прикармливать Эту Семью И эту Семью Прикармливать Вот Пожалуйста И можете Изи Прикармливать А сюда Поставить Как говорится Вот эту Самую Надставочку И накрыть Крышкой Итак У вас В зиму Идет Практически Одна Семья Но С двумя Матками Выход Сюда И выход Сюда И это Самый Простейший Метод Друзья Который Позволяет Нам Сохранить Целостность Семьи И В зимовке И позволяет Нам Сохранить Матку Хоть Ее В клеточке Хоть Без клеточки Есть Более Сложные Методы Ну и сегодня Я рассказал Самый Простейший Метод Если Есть Вопросы Пожалуйста Задавайте Ставьте Лайки Дизлайки Этот Метод Был Проверен На Фанерке На Фанерке Он Работал Хорошо А На Сотах О я Думаю Он Будет Работать Еще Лучше Потому Что Целостность Семьи Сохраняется И Пчелы Не Будут Как Бы Разделяться Они Будут Сидеть Компактно Если Все Не Расскажешь В Одном Виде Уже Так Много Если Будут Какие Вопросы Задавайте Лайки Дизлайки Ставьте Смотрите Но Этот Метод Был Проверен И Поэтому Удачи Вам До Встречи Субтитры